Всем привет! Приветствую дорогих моих подписчиков на своем канале, а также случайных гостей, кто случайно заглянул на огонек и сейчас смотрит меня. Сегодня я хочу вам рассказать о преимуществах сельского дома над городской квартирой. А заключается оно в том, что если он вдруг захотелось шашлычка или что-то приготовить на живом огне, для этого больше не нужно выезжать за город и дожидаться теплого время года. Все это можно сделать на своем приусадебном участке. Думаю, те, у кого есть дача или загородный дом, меня очень хорошо понимают. И сегодня вместе с вами я хочу приготовить плов в казане. Всем приятного просмотра! Я подготовила уже все необходимые мне продукты для плова. Здесь я пошинковала соломкой морковь, полукольцами лук. Подготовила и слегка очистила головку чеснока. Здесь у меня жир, порезанный мелким кубиком. Жир баранины. Вообще-то требовался по рецепту курдючный жир, но у меня такого не оказалось. Я просто срезала жирок с мяской. Посмотрим, что из этого получится. Ну а здесь свежая баранинка, порезанная также небольшими кусочками, чтобы быстрее это все приготовилось и было удобно кушать. Но этот кусочек не разрезался. Так, соль. Обязательно растительное масло. Промытый в нескольких водах до прозрачности воды вот такой длиннозерный рис. Испачкала руку. И вот такая обычная приправа для плова. Я ее буду использовать пол пакетика. Так как плова у нас будет немного. И немножко добавлю зиры для пикантности. Ну и, конечно же, соль. Так, ну что, все продукты готовы. Теперь мы пойдем вместе с мужем разжигать наш казан. Ну вот, установили мы казан. Вернее, печку. Сейчас сверху поставим казан. После того, как разожжем. Муж тут подготовил щепки. Сейчас с помощью картона, которого у нас оказалось очень много после переезда. Остатки от коробок тоже будем использовать для розжига. Ну что-то тут даже дровишки с помощью какой-то конфигурации выложим. Наверное, чтобы лучше горело. Вот. Так, ну вот, установили казан на огонь. Сейчас он немножко прокалится. Я добавлю масло. Чтобы масло хорошо прогрелось, я буду закладывать жир. Сейчас здесь так темно, потому что солнышко еще не вышло. Вернее, дом закрывает солнышко. Это не солнечная сторона. Ну а там поставить это все негде, поэтому придется здесь. Наточил я свой топор дровишек полом двор. Давай уже закладывай нашу печку. Котел прогрелся. Я буду выступать в роли оператора. А муж под моим чутким руководством будет выполнять мои указания. Заливаем масло немного. Достаточно. И теперь ждем, пока масло прогреется. Даливаем жир. Жир у нас немножко пристал. Так как на улице, конечно, не май месяц. Так, надо теперь перемешивать. И все, обжариваем до золотистой корочки. Вот такая красота. Ой, как запахло уже. Закладываем мяско. Там баранинка. Так, теперь нужно нам заложить лук и морковку. О, сейчас как все это запахнет. Все парит, скворчит. Жирок такой красивый стал. Жалко, что из опара не видно. Ой, боже, запахло шашлыками. Вот и морковочка. Сейчас все это перемешаем. Еще прожарим 5-10 минут. Будем добавлять приправы и кипяток. Ой, как красиво. Ммм, а запах, боже мой, какой запах. Так, ну прошло уже 7 минут. Теперь нам нужно закинуть сюда приправы, посолить и залить немножко кипятком. И так будет тушиться 15 минут до готовности морковки. Так, пол пачечки приправы. Теперь нужно щепотку зиры. Не люблю, когда очень много зира чувствуется. Зиры, вернее, чувствуется вплоть. Ну, можно еще чуть-чуть. Так, посололим. Еще немножко. Да, так. И теперь еще посолить. Так, все перемешать. И кипяточком. Сегодня еще такой небольшой ветерок. Еще дует. Не знаю, с какого края подойти, чтобы лучше было видно. Короче, думаю, так... Немножко видно, что у нас там происходит в нашем котле. И теперь кипяток. Немножко-немножко. Все, достаточно. И все, прикрываем крышкой и тушим. Ну вот, пришла пора закладывать рис. Морковка уже готова. Закладываем рисик. Хорошенечко выскребай. Так. Обстучи чашку туда прямо, чтобы шумовкой постучи. Вот. Все, теперь надо разровнять. Рис. Взяли немного, около двух стаканов. Ну, я так примерно на глаз, чтобы соотношение мяса и риса было хорошее. Ты от этих отстенок пока не отделяй. Просто разровняй побыстрее и залей кипятком. Заливаем кипятком, чтобы рис был покрыт на один сантиметр. Выше уровня риса. Все, парит, ничего не видать. Какая там красота идет. Все шипит и скворчит. Так, ну что. Влага практически вся впиталась. Мы сейчас закладываем чеснок. И в горку собираем весь рис с боков. Как бы обкладываем чеснок нашим пловом. Обкладываем, чтобы он весь прямо закрылся чесноком. Вот. Ну вот, плов наш готов. Пришла пора его продегустировать. Прямо настоящий узбекский плов. Попробуем мяско. Вот, ребята. Мясо получилось мягкое, сочное. Рис пропитался вкусом моркови, лука и приправ. Просто замечательно. Всем спасибо за просмотр. И приятного аппетита. Ну вот, посмотрите. Ну какая красота. Боже мой. Нам нужно обязательно купить такой казан-мангал. Это просто что-то с чем-то, ребята. Продолжение следует... Продолжение следует...